Клопы и тараканы сделали жизнь невыносимой. В редакцию нашего телеканала обратились жители дома номер 3 по улице 2-я Первомайская. Насекомые мигрируют из помещения в помещение через щели и вентиляционные отверстия. Очаг – одна из квартир многоэтажки. В ситуации разбиралась Наталья Аитова. Новая многоэтажка обещала стать счастливой для новоселов, но радость быстро закончилась нескончаемой борьбой с насекомыми. В одной из квартир дома антисанитарные условия, в которых находится очаг тараканов, клопов и вшей. На неоднократную просьбу соседей привести квартиру в порядок семья не реагировала. Все их клопы-тараканы расползаются по всем соседям. Данная квартира находится в третьем подъезде, тараканы уже во втором и в четвертом. На неоднократные наши просьбы, жалобы. Значит, эта женщина утверждает, что сначала утверждала, что у нее ничего нет. Когда уже это было невозможно скрывать, то она сказала, что да, я буду травить, буду что-то делать. Потом, что я могу сделать? Да, вот у меня сожитель такой. Мы предлагали помощь в сборе денег на то, чтобы вызвать дезинфекцию. Жильцы дома самостоятельно проводили дезинфекцию в своих квартирах, но насекомые появлялись вновь в связи с тем, что очаг распространения не уничтожен. Не помогли и обращения в госорганы. Помимо журналистов, соседи вызвали и представители правоохранительных органов. После профилактической беседы жильцы все же согласились на дезинфекцию. Они были. Да, были сегодня. Сегодня смотрели. Ну и, как говорится, сказали, что, ну, по крайней мере, они прошли туда, у нас посмотрели, сказали, что все упирается в деньги, ну, да, что сумму определенную нужно набирать. И это, ну, туда пошли. Больше ничего не... Посмотрели. Ну, так-то он сказал, говорит, у вас, говорит, есть, говорит, очаг. Вот. Ну и пошли другим. Тараканы загрязняют все вокруг продуктами своей жизнедеятельности, которые могут содержать вредные бактерии и вирусы. Жильцы многоэтажки надеются, что их мучения закончатся. И в скором времени насекомые покинут их дома навсегда. Наталья Яйтова, Урал Амренов, Служба новостей.